Всем здравствуйте! Сегодня у нас, в общем, как мне кажется, довольно интересная тема, потому что мы собираемся начать писать прямо в режиме ядра чего-то, кажется. Вот. Где тут? Да. Нет, это у нас питончик, а я хочу не питончик. Я хочу миксик. Вот. Значит, для начала я, помнится, обещал показать, наконец, этот чертов мегастрадальный колл-трейс, который уже из лекции в лекции качает. Последний раз мне удалось его показать, потому что слишком много приходилось писать. Слишком много приходилось писать для того, чтобы вызвать все процедуры и еще и стек забить кадром. Поэтому я домашнее задание, которое у нас просрачивается в воскресенье, делал при помощи вот такого файла macros, специально для этого написал. Вот. Из того, что в нем есть, ну, pushpop, понятное дело, нам важен пролог и эпилог. Вот. Кстати, обратите внимание, это к теме, которая у нас в прошлый раз сама собой возникла. Вы помните, прошлая лекция внезапно удлинилась примерно на четверть? Вот. И переросла рассказом про макрокоманды, просто потому что время было. Преросла рассказом про макрокоманды примерно на четверть. Я почти все, что можно было про них про Марс рассказал. Вот. Так вот, чего я не рассказал, это то, что в Марсе, как это, строгая типизация макросов. И у вас, и можно, можно, нет, не типизация, строгая сегрегация макросов по количеству параметров. Вы можете определить один макрос с одним параметром и другой макрос с тем же именем, ну, с двумя параметрами или без параметров. Вот. Соответственно, вот у меня тут по два макроса написано и для пролога, и для принта, кажется. Вот. А, нет, для принта не написано, но для пролога точно написано. Вот этот макрос, который делает пролог функции, как видите, он действует в точности сообразно нашей конвенции. Он сохраняет на стеке фреймпоинтер, дальше запихивает стекпоинтер в регистр ФП. Вот. Дальше сохраняет на стеке какое-то количество регистров в первую четверо и дальше все регистры С. Вот. После чего увеличивает размер фрейма на... В смысле, увеличивает стекпоинтер на 40. Это как раз кадр наш. Вот. Вот. Еще до кучи расписывает регистры С0, С1, С2 и С3 с содержимым регистров А0, А1, А2, А3. Вот тех самых, которые у нас используются для передачи параметров. Все равно он потом будет в эпилоге их вспоминать. Так что, почему бы нам не сэкономить в смысле программирования на вот этой пересылке? Понятное дело, что от этого код будет только распухать. Но, еще раз повторяю, макросы это вообще такая штука, от которой код распухает. Вот. Ну, по определению макросы. Поэтому они делаются для того, чтобы можно было писать побыстрее. А побыстрее, конечно же, нам удобно обращаться к сохраняемым регистрам, зная, что они сохраняемые, а работать с А0 неудобно. Потому что, если мы вызовем из этой функции еще какую-нибудь, то есть 0 сохранятся, а А0 не сохранятся. Вот. И вот вам пример макроса, макрокоманды, макроопределения, которые имеют то же имя и один параметр. Это нужно для задания функции. Я, кстати, этот макро использовал при решении домашнего задания. Это нужно для задания под программу, у которой будет помимо, на стеке лежать помимо запасенных регистров, еще несколько локальных переменных. Тут одни указываются в количестве штук. Соответственно, мы умножаем на 4 это количество штук. И прибавляем к стеку еще вот это число. То есть идея состоит в том, чтобы кадр стека был больше, чем 40 на то количество локальных переменных, которые мы захотели завести. Сегодня это показывать не буду, я просто к слову пришлось. Соответственно, эпилог, это то, что перед ретерном, перед GR выполненецы, опять-таки действует в соответствии с конвенцией. А именно, мы немедленно вспоминаем состояние стекпоинтера на тот момент, когда мы его сохраняли. Мы восстанавливаем регистры, те, которые там были сохранены, и мы восстанавливаем фреймпоинтер в предыдущее значение. Опять-таки обратите внимание на то, что всевозможные пляски с жеванием стекпоинтера и куда он попал в прошлые разы нас не интересуют, потому что у нас есть сохраненное значение в регистре и в P, и всем хорошо. Главное, чтобы стекпоинтер не испортился туда-обратно, к его началу, чтобы у нас лишнего не пропало. Ну так вот, я обещал с помощью этой штуки по-быстрому показать cold trace. Если, наверное, я попробую это сделать, давайте мы его скачаем заодно. Эпс, ну ладно. Где он тут? Эй, просыпайся. Ну вот сюда и сохраним. Вот. Он называется macros inc. Вот он. Наверное, стоило здесь показывать, он тут красивше выглядит. Ну да ладно. Вот давайте прям его поинклюдим, чтобы можно было сделать вызов процедуры согласно конвенциям. Что там, macros inc. Обратите внимание на довольно забавную подробность. Обработка ошибок, ошибок директив в Марсе сделана довольно по-глупому. Если вы забудете вот здесь кавычки, она вам скажет, что директивы include еще не реализованы в процессе разработки. А если вы поставите кавычки, она сработает. Ну так получилось. Значит, ну и напишем что-нибудь, ну не знаю, там, тупо парочку вызовов процедуры друг из друга. JAL, jumpinlink, pros1. Ну и сразу выйдем. А вот здесь делаем цепочку вызов процедур. Proc1 будет вызывать Proc2, ну и так далее. Proc1. Должен начинаться с этого самого... Как его фамилия? С пролога. Чтобы, значит, все, что мы делаем с регистрами S и с регистрами вызова не пропало у нас. Дальше мы вызываем еще кое-нибудь. Раз, два. Эпилог. Ну что, вызовем третью или хватит? Ну давайте третью вызовем для наглядности. Здесь будет три. Нет, два. Здесь будет три. А здесь мы ничего не будем делать. Напишем вот так. Мне кажется, это будет вполне достаточно. Три. Спасибо. Мне кажется, это будет вполне достаточно. И мы, кажется, нам и попробуем увидеть в памяти всю эту цепочку вызовов. Так, назовем его... Назовем его... CallTrace. Вот. Так. Не знаю даже, что важнее нам, вот это или то. Ну давайте. Вот мы первым делом вошли в процедуру PROC1. И у нас выполняется наш здоровенный макрос-пролог. Да? Что мы делаем? Изменяем stack pointer. Сохраняем на него frame pointer. Вот у нас текущее значение FP. Обратите внимание, оно пустое. К нам приезжает пустое FP. Ничему не равен. Дальше сохраняем регистр. И вон, видите, пошли-пошли сохраняться они. Тут, правда, опять-таки нули, но мы... Марс все равно знает, что произошла операция записи, поэтому нам показывают, что происходит. Что-то не в ту сторону растет, по-моему. А, мы же stack pointer не делали. Спасибо большое, это я торможу. Да. Вот сейчас мы изменили stack pointer. И вот теперь мы можем туда перейти и увидеть всю картину. Да, вот, вот, вот теперь мы его изменили. Спасибо большое. Потому что мы же, мы же только сохраняли по смещению, а stack pointer еще не изменили. Вот. Дальше мы что-то сделали. И дальше мы перешли на следующий вызов. И тут происходит опять такая же штука. Мы сохраняем frame pointer. Вот теперь frame pointer, обратите внимание, чему-то равен. Это предыдущее значение sp наше. Да? Вот. Ну и поехали дальше. Сохраняем, сохраняем, сохраняем. Снова вызвали. Опять сохраняем. И вот здесь вот можно посмотреть. Вот. Здесь у нас, вот, здесь у нас закончился наш, закончился наш третий эпилог. Вот это вот самое место. Третий пролог. Вот теперь можно в действительности посмотреть, посмотреть на cold trace. Вот. Ой, не туда. Во. Ты что-нибудь видите? Я не вижу. Или он выше? Бррр. Так. Как дальше? А, во. Вот они. Вот они, эти кнопочки. Во. Извините. Вот они, эти кнопочки. Вот. Смотрите. Сейчас у нас stack pointer показывает на какую-то область памяти, где нет ничего. А вот в предыдущем, в предыдущем dump'е мы хорошо видим два, два, вот один кадр. Он начинается с сохраненного значения fp, а здесь адрес возврата. И где-то должен быть еще один кадр. Вот еще один кадр. Он начинается с сохраненного значения fp, а здесь адрес возврата. Ой. Залипло значение. Вот. То есть, давайте еще разок, чтобы... Сейчас, секунду. Поставим здесь где-нибудь breakpoint, вот тут вот. Чтобы все пошагово не проходить. Ну вот. Значит, еще раз. Вот наше текущее значение stack pointer, под которым нет ничего. Где? В, 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 в. Спай. Вот, под которым нет ничего. Вот предыдущий фрейм. Он начинается вот отсюда, вот с этого места, где мы сохранили ra. Непосредственно под ним сохранен адрес предыдущего фрейма, то есть, значение stack pointer предыдущего, которое было перед, перед вызовом этой программы, третий. Вот. Вот предыдущий фрейм. Нет, это он же. Сейчас, секунду. Да. Вот. Ну и, собственно, все. Их там два. Да? Нет? Что-то я не вижу еще одного. Простите, дайте еще разок. Просто я что-то торможу. Извините. Так. Просто я вижу только один фрейм, а второго нет. Не знаю, насколько вы подслеживаете эту дурацкую подробность. Сейчас мы еще раз это сделаем. Так, давайте поштучно. Вот мы сохранили fp по адресу eef e... сколько там? f8. Вот. Он был равен нулю, поэтому мы ничего не видим. А, слушайте, давайте вот что сделаем. Я знаю, Чуча знает, что надо делать. Надо вот здесь вот раскатать все регистры чем-нибудь. И тогда их хорошо будет видно в стеке. А то что это мы? Да? Доллар с какой там? Со второго начиная. Да? Вот что-нибудь такое написать. Вот. Обратите внимание, что я по лене своей не разделяю регистров по назначению и просто пишу их так. Кстати, там еще t какие-то. А, t мы не сохраняем. На самом деле нет. На самом деле надо было сохранить только s, потому что их он закатывает в стек. Да? Ну давайте тогда еще раз. s1 1 s2 2 s3 3 s4 4 s5 5 s6 6 s7 7 Вот. Остальные не надо было. Можно еще ради интереса. Ну ладно, пускай так будет. fp будет равен 0. Так. Давайте еще раз и не тормозить больше. Вот мы раскатали регистры разными значениями, просто для того, чтобы наш пролог их в стек положил. Мы в стеке увидели не нули. Вот мы вызвали первую подпрограмму, она выполняет пролог, и вот сейчас она будет, вот она положила сюда fp, сюда адрес возврата, и сейчас она будет засовывать туда 1, 2, s0 еще был, да? Я s0 забыл. Ну и ладно. s0, s1, s2 сохраняет туда эти текущие значения. 4, 5, 6, 7. Вот они. 6, 7. Да? Дальше мы вызываем следующую процедуру, она выполняет следующий пролог, и она опять... О! А вот теперь объясните, что я делаю не так. Смотрите. Поповые мысли, она где-то отсюда должна была начать, да? Что я сделал неправильно? Нет, конечно, потому что нет никаких стаковых фреймов в Марсе, это мы сами его сделаем. прикольно. А как у меня домашнее задание работало? Ну, хорошо. Видите, да, в чем ошибка? В очередной раз я попался на ту же самую удочку стек растет вниз. Что? Можно рисовать так, что растет вверх, но в МИПСе есть стандартные конвенции на этот счет. Есть адрес начала стека, и есть соглашение по поводу того, как именно он туда растет. Потому что там навстречу ему растет куча, которая тоже известно, откуда начинается. Мы сегодня про это чуть-чуть поговорим, вернее, и мы это вспомним. Да, если в голове перевернуть, но все равно положительные и отрицательные числа все время путаются местами. Вот. Кто-то я запутался. Ну, окей. Теперь, я думаю, все должно... Теперь, я думаю, все должно... Теперь все должно быть более... Вот. Вот. И вот сейчас он будет туда сохранять... Во. Все. У тебя все как у людей. Теперь он туда сохраняет... Теперь он туда сохраняет... Надо файл поправить, кстати, на сайтике. Теперь он сохраняет опять фреймпоинтер. Пошел... Вот это адрес возврата, куда он должен возвращаться. Пошел забивать... Пошел забивать... Вот. Сейчас мы это увидим. Нет. Вот здесь, видимо, уже. Пошел забивать... Очередной фрейм. Раз, два, три, четыре, пять. Вызвали дальше. Сохранил опять адрес возврата. Вот они, фрейм. Вот они. Теперь хорошо их видно. Вот. Вот это нулевой фрейм, у которого FP был равен нулю. Вот здесь вот адрес возврата. Вот это первый фрейм, у которого FP уже хранит стекпоинтер. Вот адрес возврата. И вот этот второй фрейм начинается, у которого FP хранит стекпоинтер. А адрес возврата сейчас покажу. Вот он. Дурацкая одевалка. Где там? Ага. Может быть, надо вот так сделать. Сейчас, минутку. Может быть. Давайте еще разок и попробуем внимательно глядеть сюда. Да. Вот. А, FP пока не изменился. Теперь он изменился. Вот. Второй фрейм. Здесь тут должен быть третий. Да. Ну вот они тут все. Да. А, я понял. Смотрите. У нас в некоторых регистрах S сейчас лежат другие значения. Те, которые приехали из регистров A. Вот. Поэтому там теперь не 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да. А 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 5, 6, 7. Или там даже, да, вот 4, 5, 6, 7. Вот. Потому что мы их сохранили в те значения, которые мы сами туда переписали. Ну, отлично, я считаю. Это лишний раз доказывает, что в памяти все это выглядит достаточно, ну, запутанно, а с точки зрения алгоритма все довольно четко. Вот. Вот, значит, один фрейм, вот второй фрейм, вот три. А вот третий. Вот этот нулевой, этот первый, и этот второй. Вот. Все. Долг я свой выполнил. Но все-таки давайте разговаривать про сегодняшнюю тему. Да, тут... То есть, выполнение... Угу. А, пока... Это исключительно личность этих соблюдений, но как может для себя вырабатывать, если это есть, если вы не действительно приятный конструктор, то есть, для прибавления, если так, то есть, то есть, операция вычитания для прибавления. Прибавления, да? Операция вычитания, к сожалению, в МИПСе выглядит довольно неправильной. Это понятно, но зато дисциплина. Ну да. И ногу вставлять для разбавления кода, чтобы легче не море и черваться. Бинарный код. Ну да. Для бинарного можно даже вставлять. Ну, оценленную можно пустые строчки вставлять. Хорошо. Значит... Да. Значит, для личного употребления Михаил советует различить операцию увеличения, то есть, добавления в стэк чего-то и уменьшения стэка, то есть, роста стэка и уменьшения стэка таким образом, чтобы в одном случае использовать вычитание, а в другом – сложение. Это я говорю на микрофон, потому что его могло быть не слышно, вот, а я возражал в том смысле, что вычитание в МИПСе – это псевдооперация, псевдоинструкция, которая, в общем, выглядит довольно неприятно, на самом деле. Вот. По крайней мере, вычитание отрицательного числа. Ну, короче... Ну, может быть, да. Значит, а может быть, надо просто определить соответствующий макрос, вот, и назвать его волшебным словом. Хорошо. Вернемся, вернемся все-таки к сегодняшней теме, и сегодняшняя тема – это программное исключение. Вот. Вообще говоря, событий, которые могут происходить в вашем компьютере, типов событий, много. Некоторые из этих событий могут подождать в том смысле, что ваша программа проверит, что что-то произошло, ваша программа проверит, что-то произошло, скажем, почитает в каких-нибудь аппаратных ячейках какие-нибудь новые значения и обработает результат. А в некоторых случаях ситуация, когда что-то происходит на компьютере, требует немедленной обработки, все бросить и немедленно начать обрабатывать то, что произошло. Вот. Причем тогда ситуация такая, что программа работает, 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 и внезапно происходит что-то, что вы, как программист, в этой программе не имели в виду. Исключение – это когда вы сами имеете в виду имитацию прерывания, имитацию, в данном случае не прерывания, а именно исключения, ну, неважно, имитацию его, трап, так называемый. Но это отдельная совершенно тема, про которую мы тоже с ним поговорим. Вот. Главная идея состоит в том, что программные исключения, каковы бы они ни были, аппаратные исключения тоже, это исключения, вызванные событиями, которые программист, вообще говоря, не предусматривал или, по крайней мере, писал программу не для того, чтобы они произошли. Вот. Это означает, что если они не могут подождать, эти самые исключения, то внезапно нужно прекратить вычисление одной программы и начать вычисление какой-то другой, ну, скажем, под программой, которая обрабатывает исключения. Вот. И тут возникает много разных идей, как это можно сделать. Можно сделать несколько разных процессоров, каждый из которых будет работать над своим, как бы сказать, уровнем выполнения программы, да. И вот произошло исключение, и мы шмяк и запускаем другой процессор, который это исключение обрабатывает. Потом он шмяк и говорит, ну, хорошо, я все обработал, первый процессор продолжает работать. Такое тоже может быть. Вот. Но какие еще можно себе нафантазировать варианты? Ну, если, например, у нас какая-нибудь нелинейная память, да, именно что нелинейная, да, там не просто адресуемое какое-нибудь тегирование, еще что-то, мы просто заранее говорим, что вот в разных местах этой памяти лежат под программы обработки соответствующих исключений, и когда они происходят, у нас просто аппаратно так все устроено, что произключение произошло, и раз, начала выполняться совершенно другая программа. Правда, нам, ну, тогда следует заморочиться о том, чтобы сохранять контекст, да, состояние регистров, вот этого всего. Вот. Самый простой вариант, который применяется в подавляющем большинстве современных процессоров, состоит в том, что у нас просто тот самый счетчик команд, который исполняет команды, внезапно меняет свое значение, то есть происходит тупо переход куда-то, и внезапно следующая команда читается совершенно из другого места, и вычисление продолжается с этого места. Как правило, поскольку, как уже было сказано, программное исключение, аппаратное исключение – это вещи, которые программист сам не запрограммировал, обработка такого рода ситуаций – это дело отдельного куска кода, который называется ядром операционной системы. Очень-очень условно, разумеется, но тем не менее. Про то, каковы различия между кодом, который выполняется в режиме обычного пользователя и кодом, который необычного пользователя, а обычного процесса, прошу прощения, и кодом, который выполняется в режиме ядра, мы, в общем, поговорим. Вот еще. Но будем заранее предполагать, что, видимо, речь идет именно о ядерной обработке, то есть у нас прервалось выполнение одной программы, и это была программа, ну, такая обычная. И началось выполнение другой программы, которая лежит где-то в другом месте, видимо, в ядре. Немножко рассусоливания на пустом месте. Какие могут быть события? Могут быть асинхронные, могут быть синхронные. Что это значит? Это значит, что мы вычисляли-вычисляли программу, и тут трах-бах, внезапно внешнее устройство сказало, я готова всем, значит, стоять, пожалуйста, обрабатывайте все, что я тут наготовил. Это асинхронные события в системе, которые происходят потому, что внешние какие-то причины, ну, не знаю, аппаратные какие-то датчики, еще что-то, его активизировали. Синхронное событие состоит в том, что вы, например, запрограммировали в своей программе, ну, не знаю, системный вызов, да, системный вызов – это ведь примерно то же самое. Мы же не рассматривали его механизм, когда на прошлом занятии говорили про системный вызов. Примерно то же самое. Вы говорите, так, все, я сейчас останавливаю работу, пожалуйста, ядро сделает для меня, там, не знаю, ввод числа. И оно вводит. По поводу синхронности и асинхронности. Важно понимать, что в компьютере время не непрерывно, а тактируемо. И в этом смысле синхронное несинхронное. Да. В середине такта ничего случиться не может. Да, напоминание от Михаила состоит в том, что эта асинхронность, о которой я говорю, она все равно градуирована в рамках одного такта работы компьютера. Понятное дело, что посередине такта, вот мы будем с вами в ближайшее время говорить про конвейер, может быть, даже в следующий раз, а может быть, через раз. Пока он не отработал, да, вот, вернее так, пока там вот по проводкам сигналы не дошли, никакой, никаких других событий произойти просто не может, да, с точки зрения компьютера. Понятное дело, что в реал-тайме, в реальном времени они произошли именно как раз, пока провода по сигналам, сигналы по проводам шли. Но нет, заметил этот процессор, разумеется, только тогда, когда он один такт отработал. И в этом смысле эта асинхронность, ну, такая, дискретная. Но, скажем, если вы написали в своей программе деление на ноль, или если вместо инструкции ADD U вы использовали инструкцию ADD в MIPS, то вы рискуете напороться на синхронное событие, а именно на деление на ноль или на обработку переполнения. Причем в случае, если делится на ноль, вы всегда напоритесь на деление на ноль, а если выполняете... А в случае сложения вы можете не напороться, если вы складываете не слишком большие числа. Вот. Или не слишком маленькие. Но программное исключение, то есть переход в ядерный режим и обработка его произойдет ровно тогда, когда именно эта команда отработала. Деление, сложение, вот это все. И вот эта вот синхронность в этом понятии. Еще один вариант. Это, как бы это сказать, вы предполагаете, что такое событие случится или нет? То есть, если вы делите на что-то, вы можете предположить, что произойдет деление на ноль, и заранее побеспокоиться обработчиком этого исключения. Если вы складываете что-то с помощью команды add, вы можете предположить, что произойдет сложение с переполнением, с предыдущим переполнением, соответствующее исключение, и задумаетесь над тем, чтобы определить обработчик этого исключения. А вот если, например, вы разыменовываете, ну, обращаетесь к какому-то содержимому регистра, в котором лежит адрес памяти, а там вместо адреса памяти лежит шу, и, соответственно, происходит исключение по обращению к неправильному адресу или в несвою память, по защите памяти. Вы, наверное, не предполагаете, что в этом регистре будет лежать какая-то ерунда, потому что на все возможные обращения к памяти не напасешься обработчик. В этом смысле неожиданно или ожиданно это исключение. Соответственно, в вашей программе может существовать код, который его обрабатывает, если вы предполагаете, что деление может быть в том числе на 0, или не существовать кода, и тогда операционная система сама на себя берет обработчик, ну, например, обращение к чужой памяти или к памяти неправильному выравниванию. Вот. И еще один важный вопрос, что иногда такое исключение бывает фатальным. То есть ваша задача не обработать его и вернуться к исполнению программы, а вообще хоть что-нибудь такое сделать, чтобы все не взорвалось к чертям. Ну, не знаю, там, к вам приехали, к вам приехало сообщение, что процессор перегрелся, значит, память отвалилась, там, вот это все. На лекциях, которые вот тут Томерин читает, как раз он рассказывал про историю, когда у них, значит, часть компьютеров то ли перегрелась, то ли еще что-то, и досчитывалось все на половине компьютера. Вот. Да? Хотелось бы такие ситуации тоже уметь обрабатывать, но идея состоит в том, что вот это вот исключение, которое произошло, оно может быть исключение такое, ну, финальное, глобальное, фатальное вас. А может быть и нет. Может быть, обработчик исключения должен быть гораздо более умным и пообрабатывать его, а потом вернуться в исходный контекст программы, да еще так это сделать, чтобы ни один регистр не испортился. не один. Тут бывают разные интересные идеи. Не знаю, почему этих идей здесь нету, а надо бы про них рассказать. Тут бывают разные интересные идеи. Идея первая – организовать специальное место в памяти, куда бы на это время, на время, когда происходит переход в обработчик исключения, сохранять все те самые регистры, которые мы договорились не портить. А, между прочим, это не регистры типа С, как в случае, когда вы вызываете под программу, а вообще все регистры. Даже регистр АТ темповый. Понятно почему? Потому что у вас идет программа, тут пришло внешнее прерывание от этого самого не знаю чего, от клавиатуры, и вы бах, побежали в ядро обрабатывать это прерывание. Вы побежали обрабатывать прерывание на минуточку, в момент, когда у вас псевдоинструкция только-только загрузила регистр АТ и собиралась по нему что-то положить. И тут всегда приехало исключение, и вы побежали его обрабатывать. Когда вы вернулись после обработчика обратно к этому месту, у вас регистр АТ должен быть такой же. Вот. Да. Важно, что во многих процессорах, в том числе и в некоторых версиях процессор 1, эта штука реализована и называется теневые регистры. Теневые регистры. Да, я как раз хотел сказать, что для этой цели наборов регистров бывает больше одного. Вот. И вот этим вторым набором умеет право пользоваться только ядро. И когда вы, собственно, уходите в обработчик, вы совершаете сразу два действия. Одно простое и быстрое, а другое, в общем, не очень быстрое. Вот. Правда, есть методы этого убыстрения, этого не очень быстрого действия. Простое и быстрое действие состоит в том, что вы просто перепрыгиваете на другой адрес, загружаете в другой адрес Program Counter. А не очень быстрое действие состоит в том, что вы все вот эти все регистры, которые есть, записываете в некий блок с тем, чтобы потом, когда вы вернетесь из ядра, их вспомнить. Понятное дело, что там может быть по-всякому. Например, эти теневые регистры, они почему называются теневыми? Потому что в них происходит одновременно запись, когда происходит в этот набор, а происходит одновременно на записи, когда происходят записи в основные регистры. И стало быть, когда вы переключаетесь в ядро, эти теневые регистры просто замерзают в том виде, в котором они есть. Там остаются. Да. Есть еще одна тонкость, есть еще одна тонкость, и еще, и еще. Прерывание, да. Прерывание в контексте ядра. Тут начинаются тонкости, которые я сейчас обсуждать не хочу. Вот. Давайте лучше на табличку посмотрим. Терминология эта, прерывание, исключение, еще чего-то, может быть разная. Системные вызовы. В МИПСе принято рассматривать три с половиной примерно таких ситуаций. Вот. Когда они различаются как раз вот по этим критериям. вот в этой табличке ситуация следующая. Если у вас ваша программа индуцировала исключение сама, ну, например, поделила на ноль, известно в каком месте, вот. Правда, вы не хотели делить на ноль, или не хотели обращаться к неправильному адресу, но, ну, как бы не хотели, но сделали это. Это называется исключение. Источник внутренний, то есть источник вашей программы, а не какая-то внешняя железяка. Место в программе, в котором произошло исключение, очевидно. Это то место, где была ошибочная инструкция. Вот. А хотели вы этого или нет, скорее всего, не хотели, но исключение все равно произошло. Это, собственно, называется исключение, она же exception. Это ситуация, когда вы выполнили какую-то команду, ваша программа индуцировала исключение. И это, собственно, есть исключение в терминах МИПСА. Другая ситуация, когда вы намеренно обратились к ядру, вызвав обработчик исключительной ситуации, указав, какую именно исключительную ситуацию вы хотите вызвать. А что дальше там с этим ядром будет делать, это его ядра проблемы. Такая ситуация называется TREP, ловушка. Это отдельный термин в терминах МИПСА и отдельная инструкция. В отличие от ловушки, которая может быть запрограммирована как угодно, и вообще это такая вещь очень плавающая. Вы что-то кинули какое-то исключение, вас ядро обрабатывает. Очень похожая на ловушку штука System Call, которую мы уже знаем, как устроены. Эта вещь достаточно жестко регламентированная, по крайней мере, в рамках одной архитектуры. В одной операционной системе. Операционная система говорит, что системные вызовы бывают такие-то, 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 с такими-то и такими-то параметрами. Пожалуйста, загружайте эти параметры, вызывайте по номеру системный вызов, и вам будет операционная система вас обслужит в соответствии с тем, что там написано. Это тоже отдельный термин с точки зрения МИПСА. Называется системный вызов. Собственно, то, чем вы в прошлый раз пользовались. Теперь настала пора внешних устройств. Значит, ну, главное, что может произойти от внешнего устройства, это то, что оно совершило то действие, которое от него ожидали. Ну, не знаю, какое угодно. Клавиатура ввела, монитор, не знаю, там, последовательный порт наконец-то вывел, вот он выводил, выводил, последовательный порт, медленное устройство, вывел, и сказал, я все, я вывел, давайте дальше, я могу следующее выводить. Вот, не знаю там, ну и так дальше. Короче говоря, внешнее устройство выполнило те действия, которые мы от него ожидали, и об этом оно ставит в известность процессор. Это ситуация, когда у вас источник вашей исключительной ситуации внешний, соответственно, он хотел сказать рационален, асинхронен, вот, может произойти когда угодно, и такая штука называется прерывание. Наконец, есть еще всякие фатальные прерывания, когда внешнее устройство говорит, все, я умерло, там, все умерло, космос сворачивается в точку, вот, давайте что-нибудь сделаем. Вообще говоря, это тоже прерывание, которое можно обрабатывать, а можно и умереть вместе с ними. Такие дела. Что? Ну, если ты еще не умер, то не надо, да. Да, вообще-то это то же самое, просто идея состоит в том, что в обычности и необычности. Еще одна идея состоит в следующем. Вот у нас произошло какое-то исключение, какая-то исключительная ситуация. Все исключительные ситуации, вообще говоря, перенумерованы. То есть мы, грубо говоря, знаем, что за исключение произошло. Мы в смысле центральный процесс. То ли пользователь дернул системный вызов, то ли пользователь дернул треп, то ли пользователь совершил недопустимую операцию, или полез в ненужную память, или еще что-то, или еще что-то. Короче говоря, мы знаем, что произошло. Поскольку мы знаем, что произошло, поскольку все эти события пронумерованы, мы можем, например, в ядре устроить так называемую таблицу прерывания, она же таблица переходов. А именно, устроить таким образом, чтобы под каждый тип события был отдельный обработчик. Понятное дело, что на аппаратном уровне говорить, что вот с этого адреса начинается обработчик событий номер 1, а вон с того номер 2, вон с того номер 3, довольно накладно, потому что эти обработчики могут быть разных размеров. Поэтому нам приходится вводить один уровень косности и делать так называемую таблицу прерываний. Так называемый вектор прерываний. Что такое вектор прерываний? Это просто таблица адресов обработчиков прерываний по номерам. Нулевое, первое, второе, третье. Прямо лежит где-то в памяти, в области данных ядра. Вектор прерываний. И когда происходит прерывание, алгоритм работы процессора следующий. Первым делом он смотрит, что произошло. Номер прерываний. Дальше он берет начало этого самого вектора прерываний и ищет в нем ячейку номер N. Соответствующий номер прерываний. В этой ячейке номер N лежит адрес под программой обработчика прерываний номер N, после чего он туда переходит и дальше. Ну, допустим, там, не знаю, N это 10, это там деление на 0. Или еще что-нибудь там. 9 это иллегальная память. 8, иллегальный систем ком. Ну, вот это все. В БИМСе такого нет. Потому что, ну, наверное, потому что это малоэффективно. Аппаратно реализовывать такие завихрения в мозгах, в общем, не очень эффективно. Понимаете, да? Сколько нужно инструкций процессора потратить, чтобы сходить раз в память, вынуть оттуда ячейку, сходить два в память, перейти туда, загрузить, ну, как бы начать выполнять, и начать выполнять, как бы, программатуру. Поэтому в МИПСе сделано проще. В МИПСе всегда в одном и том же месте, вот по этому адресу, лежит адрес единственного обработчика всех исключительных ситуаций, то есть такой вход в ядро. Вот так выглядит. Я вот сейчас рассказывал про вектор прерывания, а в МИПСе он один. Здесь я написал предположим. Вот. В Марсе он не используется. В Марсе он не используется. Там, да, там, там можно условить. Ну, в любом случае нету такого автоматики. Да, нету таблицы. Есть один-единственный вход. Вот. Ну, вот тут объяснение, почему. Двойная косвенность, да? Слишком долго мы... А, смотрите, тут еще какая хитрость. Если у нас в системе команд есть двойная косвенная адресация, помните, что такое косвенная адресация? Это когда у вас вместо данных лежит адрес, где у вас лежат данные. А двойная косвенная адресация это когда у вас вместо данных лежит адрес, где у вас лежат данные. Вот если такая аппаратная поддержка есть, таблица прерывания работает вот так. Вы просто говорите вот туда. И он в раз и переходит. Сразу. За одну команду. Понятное дело, что это не МИПС, не риск стайл, да? Риск, наоборот, только очень короткие команды, которые мало тактов занимают. предусматриваются. Лучше самому все запрограммировать. Вот. Что еще может понадобиться при обработке событий? Смотрите, у вас есть некое событие, ну не знаю, там, таймер, прерывание от устройства, еще что-то, которое наступает часто. С регулярной, с завидной регулярностью. Наступает, 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 наступает. Вопрос. Что будет, если это событие наступило второй раз, а вы все еще наступает в его обработчике? Правильный ответ. Бог его знает, но точно не надо повторно входить в этот же самый обработчик. Лучше не будет, будет только хуже. Отсюда следствие. Когда мы обрабатываем исключительную ситуацию процессором, мы должны на момент, в тот момент, когда включается обработчик, каким-то образом либо вообще запретить эти прерывания, то есть сделать так, чтобы больше такого типа исключительной ситуации и вообще и другие тоже не происходили. Либо придумать какую-то более сложную схему, когда мы говорим, вот те, 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 те и не происходят, а вот эти, ну, они страшные, они фатальны, пускай они происходят, мы тогда уйдем в этот обработчик и не вернемся обратно. Вот. Но вообще, в принципе, в МИПСе одноуровневый обработчик прерывания, то есть мы не можем из прерывания войти в прерывание. Они просто маскируются, да. А, таймер не маскируется. Не знаю. Ну, это в настоящем МИПСе, в Марсе таймера нет. Вот. В настоящем? В настоящем, да. У нас будет ненастоящий таймер. Если успеем. Я надеюсь, что успеем. Что еще нужно? Нам нужно, нам нужно, чтобы процессор все-таки сам решал, что произошло, и в каком-то месте, в каком-то специальном регистре, что ли, вот этот номер произошедшего исключительной ситуации сам вписывал, чтобы мы не догадывались. То есть у нас этот номер все равно должен быть. Вот. Не просто так. Трах-бах, вошли в ядро, давай дальше делать. То есть это нужно накрутить поверх того процессора, который мы с вами уже знаем. Что нужно туда добавить. Вот. И последнее, немаловажное. Если мы имеем дело с таким обработчиком исключительных ситуаций, из которого надо вернуться обратно в контекст программы и продолжать работать, то, во-первых, так как мы это делали в вызове под программы и выходе из программы, нам надо запомнить адрес возврата. Проблема состоит в том, что это должно произойти вообще само собой аппаратно. Мы свалились в прерывание, а адрес возврата немедленно кто-то запомнил. И он там лежит. Так-то мы когда вызывали под программу, мы сами писали, откуда мы уходим. И вызывали специальную инструкцию jump and link. Вот этот link как раз и означает, что адрес возврата будет запомнен. А тут нет. Поэтому это нужно, чтобы где-то кто-то запоминал какой-то специальный кусочек процессора. Вот. Ну и когда мы будем говорить про конвейер, мы увидим, что с конвейером там могут быть некоторые сложности в том смысле, что там выполнялись и выполнялись команды, а тут мы бац и перескочили совершенно в другой поток команды. Там другие команды вообще должны выполняться. А те, которые раньше выполнялись, они можно смело выбрасывать. Те части от них, которые уже выполнились. Плохо понятно? Надо все-таки с конвейером потом поговорить, мы это увидим. Ну вот. Черт, надо чуть побыстрее. Как устроен обработчик исключений в MIPS? Ну, точнее, в Марс. В MIPS он более сложный. Начнем с того, что для этого есть специальный сопроцессор. Вот там есть арифметический сопроцессор, он называется сопроцессор 1. Любой человек, практикующий математику, услышав сопроцессор 1, должен задуматься, нет ли сопроцессора 0. Он есть. Это как раз управляющий сопроцессор, который занимается вот всеми этими вещами, связанными с управлением работы основного процесса. Случилась исключительная ситуация, он запомнил, по какому адресу она случилась. Или, вернее, не так, какой адрес был у исполняемого процесса в тот момент, когда случилась исключительная ситуация, чтобы потом туда вернуться. Случилась исключительная ситуация, он определил, какого типа эта ситуация. Ну и так дальше, и так дальше. Там много интересного. Вот. В частности, из всех регистров управляющегося процессора, коих в МИПсе довольно много, Марс поддерживает, разумеется, так называемые где-то ЕПЦ, Error Program Counter, вернее, Exception Program Counter, адрес инструкции, которая вызвала исключение. Причем, как вы помните, она могла сама вызвать исключение, например, поделив на ноль, а могла просто спокойно себе выполняться, но в это время пришло прерывание, и ее прервали. Это адрес прерванной инструкции, скажем так. Вот. Тип, произвожающего исключение, причина. Вот. Всевозможность состояния процессора, сейчас об этом поговорим, вот этого сопроцессора управляющего. Например, какие прерывания были разрешены, какие не разрешены, что там еще происходило, и так дальше. Вот. И отдельно еще так называемый bad value адрес, это не value, может и value, не знаю. Короче, это ситуация, когда у вас произошло прерывание типа обращения к памяти, а памяти этой нет, или адрес плохой, или еще чего-нибудь. То есть дополнительная информация про работу с памятью, если исключение было связано с работой с памятью. Вот. Кстати, давайте посмотрим, где он тут выглядит. Вот он, сопроцессор 0. Вот они, это 4 регистра. Адрес, статус, который все им что-нибудь содержит, какие-то волшебные битики, причина, и место, где произошло прерывание. Кстати, давайте его прям, пока тут бла-бла-бла, лясы точил, давайте мы прям поделим на 0, что ли? Или попробуем что-нибудь разыминовать такое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то он не захотел делить мне 0. Что-то тут с делением на 0 не то. Минутку. Ну, вроде там девятка деления на 0. Нет? Что я сделал не так? Что-то, вроде, все нормально. Ну, ладно. Ну, давайте сделаем госпечтение с памяти, если деление на 0 нас не удовлетворяет. Не вы, а давайте T1 какой-нибудь. О, тут все хорошо. С делением на 0 какая-то лентяйство какое-то. Возможно, оно в Марсе не вызывает исключения. Что печально. А вот с этим самым, с обращением к памяти, все совершенно нормально. Смотрите. После того, как мы выполнили инструкцию, загрузить в регистр T0 содержимое по адресу, лежащему в T1. А в T1 у нас лежит, извините, 123. А мы не можем прочитать слово по адресу 123, потому что оно должно быть, оно не выровнено. Word alignment называется. Так вот, после этого у нас отлично сработал exception, которая взяла на себя операционная система, которой в Марсе нету, но тем не менее. Она нам сказала, что execution terminated, runtime exception, fetch address not aligned, все правильно, неправильный адрес. И нам заполнились все регистры, про которые мы с вами только что говорили. В регистре vaddr, то есть плохой адрес, лежит тот самый адрес, по которому мы хотели сходить, 123, он же 7b. В регистре статус мы видим, что обычное значение ff1.1, которое чему-то там равно, согласно интерпретации, превратилось в ff1.3, то есть один бит какой-то появился лишний. В регистре причина стоит причина номер 10, подозреваю, что это плохой адрес. И, наконец, program counter показывает, EPC нам показывает адрес, на котором была инструкция, вызвавшая исключение. Это адрес, вот этот адрес, что там, 400004. А были там нули при пристарте. А были там нули. И был здесь ff1s. Вот. Значит, здесь описан алгоритм, который я сейчас не хочу подробно рассказывать. А, нет, здесь описано, как обработчики писать ядерные. Так что нет, это я хочу рассказывать. Значит, ядерные обработчики пишутся так. Для начала вы внезапно пишете код прямо для ядра. Давайте вспомним, я обещал вспомнить. Сейчас вот давайте я вспомню, где это у нас было. Помните такая красивая картинка красно-зелено-желтая? Там, где модель памяти. Во! Когда вы... Если вы пишете обработчик, исключительная ситуация, любой, прерывание, исключение, вы должны написать кусочек ядра в Марсе. Ну и не только в Марсе. Уже сам адрес обработчика, смотрите, возможно, кто-то из вас заметил, что вот этот адрес, где он тут? Во! 8080. Он уже взят из памяти ядра. Ядро начинается с адреса 8000. 8080 это где-то, где-то... Ну вот он, кстати. Кстати, в этой табличке он явно отмечен. Видите, да? Обработчик прерываний, который лежит по адресу 8080. Это место, где лежит кусок кода, обрабатывающий любые исключительные ситуации. Вот туда-то вы его и вписываете. И вы должны написать что-то типа инструкцию под названием КТЕКСТ, по-моему. Да. Это слово КЕКСТ на самом деле КТЕКСТ. Надо исправить. Вот. И когда вы пишете в своей программе инструкцию КТЕКСТ, вы тем самым задаете кусок, который размещается в ядро. Чем отличается код, который выполняется в ядре, от кода, который выполняется в не в ядре? Ну вот в интеллах и в большинстве современных процессоров... И КТЕКСТ. КТЕКСТ и явные показания адреса. Это тоже правда. Там нужно писать КТЕКСТ и вот это самое 8180. Это правда. Ну мы сейчас увидим, тут написано. Что-то я разболтался, не успеваю сегодняшнюю лекцию прочесть. Вот. Так значит, вы должны в программе... Ну тут вот давайте... Во. Вот пример. Давайте сразу пример, а потом вернемся к этому дурацкому тексту. Вы должны в программе определить секцию ядра, в которой вы будете делать обработчик. Вот. В этом обработчике будет что-то происходить, и из него вы должны вернуться с помощью инструкции ERET, который, собственно, задействует содержимое сопроцессора 0 вот этот самый регистр ЕПЦ. При этом я начал говорить о том, что то, что происходит в... Если у вас код выполняется из области ядерного пространства кода, он обладает большими правами. Вот на современных процессорах у вас есть специальный режим супервизора и специальный режим ядра, между которыми можно переключаться. В MIPSE, когда его дизайнили, вот таких, значит, отдельных специальных режимов не было, а было просто следующее, следующее, как это сказать, следующее правило. Код, выполняемый из нижних двух гигабайтов, он типа вьюзерспейс. Имеет одни права. Он не может ходить туда, не может ходить сюда, никуда не может. Ну, как бы память для него запрещенная есть. Код, выполняемый из верхних двух гигабайтов, он внезапно ядерный. Вот. Там еще есть всякие интересные хитрости. Например, вот эти верхние два гигабайта загружаются на самом деле в нижние два гигабайта, поэтому там внизу этот код лежит. Ну, это уже такое, не очень интересно. Интересно другое, что у вас как бы есть карта памяти, вот эта разноцветная, в которой одновременно лежит и ядро, и код одного процесса исполнения. Вот такая линейная модель памяти. Понятное дело, что с введением виртуальной памяти все это становится такое вложено и по-другому работает, но с точки зрения процесса внутри это выглядит всегда так. По этой причине, например, на MIPS 32 очень плохо компилируется хромиум, потому что компилятор при компилировании хромиума занимает больше двух гигабайт памяти. А ее там просто нету. Кстати сказать, я удивлен, что на 32-разрядных архитектурах, ну, скажем, Intel, хромиум все еще компилируется. Подумаешь, там всего лишь в два раза больше по этой самой памяти. Для чего нету? Возможно, он там больше не компилируется тоже. занимает больше четырех гигабайт памяти. А, ну, минуточку. ПАЭ, оно такое, оно не может... Там нельзя заказать 8 гигабайтов непрерывно. Кажется, нельзя. Ее можно... Эти четыре можно съесть, а заказать прям непрерывно нельзя. Они по блокам ходят. Проехали. Значит, возвращаемся к нашему разговору. Вот так пишется обработчик прерывания. Фактически здесь написан обработчик абсолютно любой исключительной ситуации, которая всегда будет возвращать что нужно. а именно мы берем из четырнадцатого регистра, он же у нас называется ЕПЦ. Мы берем из четырнадцатого регистра значение, заносим в специальный регистр КАНОЛЬ. Помните, я про них специально говорил, что есть два регистра КАНОЛЬ и КАНОЛЬ, которые не надо трогать, потому что их использует ядро. Что значит не надо трогать, потому что их использует ядро? Ну вот вы туда что-нибудь положили, потом шмяк, произошло прерывание, и там уже лежит какое-то другое число, потому что его использовало ядро. Поэтому их не надо трогать. Вот. Так вот, ядро их используют вот прямо сейчас. Оно вынимает из КАНОЛЬ, movefrom-сопроцессор 0 из четырнадцатого регистра адрес возврата, добавляет к нему 4, потому что это был не адрес возврата, а адрес той инструкции, на которой произошло прерывание. Если успею, я сегодня расскажу, зачем это нужно. Понимаете, да? То есть в вот этом ЕПЦ сохранен не адрес возврата, в конце концов, мы не делали никакого джамп-инлинка. Там сохранен адрес той инструкции, на которой произошло прерывание. Соответственно, чтобы продолжить выполнение, надо прибавить 4 к этому адресу. Прибавили. Запишем ее обратно в ЕПЦ и дернем инструкцию ERED, которая пойдет по адресу, записанному в ЕПЦ. Зачем сделано так? Почему сразу четверку не прибавляем? Почему, например, не сохранять туда адрес следующей инструкции? По двум причинам. Причина первая. Иногда имеет смысл повторить выполнение инструкции. Вы инструкцию дернули, что-то пошло не так, и она не выполнилась. Вообще. Ну, скажем, обработка деления на ноль так устроена, которую я не смог сделать. Там, наверное, какой-нибудь не диф, а какой-нибудь диф, что-нибудь такое, ну, какая-нибудь другая инструкция. Вот. Например, обработка деления на ноль может быть так устроена. Вы начали делить на ноль? Случилось исключение. Вы в этом исключении вместо нуля подсунули какое-нибудь другое число и снова поделили. Где? А, вот это уже более серьезный обработчик. Диву. Ага. Вот. Див как раз игнорирует эту штуку, а диву не игнорирует. Я просто спутал, потому что нету аналогии с сложением. Сложение наоборот устроено. Аду не вызывает исключения, а ад вызывает. А здесь вот так. Ну да ладно. Слушайте, давайте мы к этому еще вернемся, потому что тут еще ловушки используются. А ловушки у нас еще не было. Я хочу про них успеть рассказать. Вот пожуем еще этот список. Значит, таким образом, как все происходит? Вот он, кстати, помните, у нас FF1.1 превращался в FF13. Вот он. Это бит управляющего регистра 1, который говорит, что мы находимся в обработчике, чтобы ядро понимало, что в данный момент оно обрабатывает исключения. И дальше залезать не надо. Не надо лезть в следующий обработчик, обрабатывать исключения, произошедшие в обработчике исключения. Вот. В регистре 13 устанавливается тип, обратите внимание, что сообразно традиции мипсостроения, это не просто число, это бит из со второго по шестой. Ну, любят они упаковывать в везде, почти везде, но некоторые люди, наоборот, любят в каждый регистр понемножку по чиселку класть. Вот. Тогда регистра не хватит. Поэтому они упаковывают все эти битики вот вплошь. Это правда. Вот. Если неправильно это я уже сказал, происходит переход и дальше происходит вот то, что мы сейчас видели относительно обработчика исключения, который лезет в этот регистр 14, потом возвращается. проявитель надо сбрасывать и наоборот. Да. По-хорошему кого надо сбрасывать? Эксепшн левел надо сбрасывать по-хорошему. Маски, да. Значит, тут немножко разговора. Значит, тут есть маленький спойлер, который состоит в том, что Марс ничего не записывает. Там нет операционной системы в Марсе. Нет никакой ядра. Все это джао делает. Вот. Это мы можем написать кусочек кода ядра, а все остальное делает сам Марс. Поэтому относитесь к этому благосклон. Совсем маленький кусок, который я бы предпочел пропустить, если бы он был не был важным для real life. Это относительно маскирования прерываний. В принципе, в принципе, может быть устроена картина следующим образом. У вас есть тип прерываний, вот тот же самый, который стоит в регистре COUS причина. Соответствующий бит взведет. И вы можете запретить обрабатывать именно это прерывание, то и всего маскировать. Вошли в обработчик и говорите, больше прерываний от этого чувака я не принимаю, от этого диска, не знаю, от этой клавиатуры. Сначала обработаю это, а заодно еще кое-какие прерывания не принимаю. Это нужно именно для того, чтобы не входить в повторный обработчик. мне кажется, в марсе все это не работает, все эти маскирования мы пробовали, но мы все равно дальше одного обработчика и не пойдем. Дальше. В принципе, в MIPSE разделяется работа в режиме kernel и в режиме user, ровно на том уровне, что когда вы работаете, когда у вас выполняется код из старших двух гигабайтов, то у вас как бы kernel mode, а когда из младших двух гигабайтов как бы user mode. Но в марсе конкретно вот этот битик, который это обозначает, вообще всегда равен единису. То есть нет необходимости различать kernel и user mode, если нет никакого kernel. Вот exception level устанавливается, когда вы входите в обработчик. тут вообще например есть разрешение запрет прерываний в принципе, то есть вы вошли в обработчик, запретили прерывание, кстати это надо делать, первым делом войдя в обработчик надо запрещать прерывание, чтобы больше ничего не произошло, пока вы из него не выйдете. Да, потому что если внезапно случится следующее прерывание, то он поменяет регистр причины тут же. поэтому нам надо немедленно запрещать прерывание, то есть вписать туда ноль, а наоборот, да, вписать туда ноль. Вот там будет пример обработчик. Ну и тут видите, всякое перекидывание битов с места на место, даже читать это вслух не буду, это... интерапт это внешнее прерывание, речь идет не о маскировании... не было исключений. Да, да, значит, когда вы пишете ядро, когда вы пишете отработчик, лучше бы, чтобы в нем не было делений на ноль, потому что повторное прерывание вам никто не отработает. Если у вас будет прерывание внутри обработчика, прерывание, то все просто повиснет или упадет, или вот это все. Вот. Соответственно, если у вас есть маскированные прерывания, то у вас может случиться такая штука, что за время обработчика какие-то прерывания, какие-то прерывания внешние, все-таки произошли. Внешнее устройство чего-то захотели. Обработчик не дернется, но вот вот это вот, вот это вот, эти бисики взведутся, чтобы потом ядро могло поверить, а за время обработки нет ли, не произошло и что-то еще. Вот. Ожидающие прерывания. Ну, а если это было исключение, то нужно отдельно тип исключения, который продается в отдельном месте, потому что исключение, по-моему, вообще это один-единственный вид прерывания, кажется, типа ноль. вот. Вот какие исключения есть в Марсе. Неправильная загрузка из памяти, неправильное сохранение, неправильный вызов систем, неправильный системный вызов, например, несуществующий. вот. В мипсовом обе девятое исключение это брейкпоинт, а в Марсе брейкпоинт делают джава, поэтому там деление на ноль. Ну, в общем, вот. И поскольку, вот тут мы продвигаемся к интересному, чёрт, мало времени осталось, ладно. Вот тут мы продвигаемся к самому интересному, поскольку в результате возврата из ядра ни один регистр не должен измениться, а в Марсе, например, и в младших МИПСах никаких теневых регистров, никаких дополнительных мест, где регистры можно сохранить, нету. На обработчик, вот этот, который лежит по 8 0180, ложится хитрая задача сохранить все регистры куда-то, прежде, чем начать работать. Именно поэтому ядерных регистров два, потому что если у вас только один свободный регистр, которым вы имеете право распоряжаться, вы не сможете ничего куда, никуда сохранить, потому что в одном регистре должен лежать адрес памяти, куда вы сохраняете, а в другом значении, которое вы сохраняете. А вот с двумя уже можно как-то побороться. Вот пример обработчика. Что мы делаем? Мы пытаемся сложить два положительных числа и получить отрицательную. отрицательную. Вот мы берем число 7FFF 0000 помните, что такое луи, загрузка старшей половины машинного слова. Мы берем число 7FFF 0000 в Т0, добавляем раз к нему FFFF, получаем 7FFF и это все еще положительное число. Добавляем два к нему FFFF и получаем отрицательное число. У нас в знаковый бит происходит переполнение. И это, по идее, должно вызвать переполнение с точки зрения МИПСА, потому что команда AD-I, а не AD-I-U. Вот. И мы, шмяк, в этом месте упадаем в качестве обработчика исключения в обработчик исключения. Обработчик исключения что делает? Он у нас запоминает регистр V0 в регистре K0, регистр A0 в регистре K1, выводит сообщение относительно того, что у нас МСГ произошло эксепшн. Вот. А еще нам нужно вывести номер эксепшна. Он смотрит в регистр K0, выделяет из него поле причины, сдвигает его на 2 биты. Помните, там со 2 по 6 что любит. Значит, надо сдвинуть на 2 бита сначала вправо, потом порезать маской все остальное выделить и вывести. Обратите внимание, что этот обработчик написан таким образом, что он пользуется только регистрами A0, V0. Ну и, соответственно, K0, K1, в котором он их хранит. А дальше он сейчас будет возвращать обратно. Вот он вывел exception, вывел номер причины, и дальше он возвращается. значит, из K0 обратно V0, из K1 обратно V1. Вот. Теперь нам нужно затереть причину исключения, чтобы в следующий раз, когда мы туда, когда мы станем обработать, чтобы мы знали, что мы это исключение обработали. Вот. Нам нужно увеличить на 4 номер инструкции, с которой продолжится выполнение, потому что мы не хотим заново вызывать вот эту инструкцию. Увеличиваем на 4, сохраняем в 14 регистр в ГИПЦ и возвращаемся из обработчика. Давайте это выполним. Давайте это выполним, я займу еще 5 минут. Так. Это у нас что? Это у нас exception. Там еще будет трап, но трап чуть... Я как раз про это еще хочу успеть сегодня рассказать. Ну вот, смотрите. Вот у нас мы сформировали число, добавили туда оп, ушли в ядро. Еще раз, смотрите. Вот мы попытались добавить, попытались добавить восьмой регистр сложить с восьмым, ну, а-т-к-т. И раз, провалились в обработчик. Видите? Мы уже в ядре. Вот у нас статус стал единичке равен. Вот здесь вот бит был FF1.1, стал FF1.1.1.3, потому что мы находимся в обработчике перерывания. Вот. Вот у нас адрес инструкции, на которой произошел сбой. 18. Вот она. Потому что адрес у нас не сработал, помните? Вот. И вот обработчик ядро у нас занимается сейчас. Вот он сохраняет регистры, вот он пишет слово exception, вот он вычисляет в регистре V0 в регистре A0, вычисляет в регистре A0, кладет в регистр A0 вот здесь вот. Вот. Причину exception 12. Все, сейчас будем возвращаться. Это перевод строки был. Восстанавливаем регистры V0, A0. Обратите внимание A0. Да. Восстанавливаем А, да, значит, затираем регистр причины, увеличиваем значение регистра EPC и возвращаемся к выполнению программы дальше. Тут мы будем обращаться к запрещенной памяти. Видите, 0x400 это существенно ниже. Помните, там в нулевом сегменте у нас запрещена память. Вот, вот, вот она. Вот до сюда память обычному пользователю недоступна. сейчас будем обращаться к запрещенной памяти. Шмяк, попытались обратиться к запрещенной памяти. Нет, говорит ядро, ушло в обработчик. Обратите внимание, причина 14, 0x14, а здесь, ну, вернее, умножить на 2. а вот здесь вот тот самый адрес, по которому мы сходили, вернее, пытались сходить, 400, вот мы выполнили. Так, я занял все время, значит, про трапы рассказ в следующий раз, потому что просто времени не хватило. Пока ко всем вопрос. Пока ко всем вопрос. Вот мы посмотрели на этот код, вопрос. Какой регистр мы не восстановили и все-таки испортили? Да, совершенно справедливо. Регистр АТ мы умудрились испортить, поэтому в действительности код ядра, который настоящего обработчика ядра, если мы заморачиваемся регистром АТ, почему мы здесь не заморачиваемся регистром АТ? Потому что мы эту псевдоинструкцию больше выполнять не будем. Вот. И мы просто перейдем к следующей. Почему мы можем заморочиться регистром АТ? Когда мы пишем обработчик настоящих прерываний, которые могут возникнуть в совершенно любой момент. Например, посредине псевдоинструкции. АТ загрузился, но еще по нему не произошло переход, или там не переход, а этот самый выборка из памяти, что-нибудь такое. Поэтому в настоящих обработчиках ядра все несколько хитрее. Мы сохраняем с помощью каноля K1 все нужные регистры куда-нибудь в память. Например, в стэк ядра, который, кстати сказать, в МИПСе не определен. По-моему, нету в этой картинке стэка ядра. Уж не знаю, почему, но нету. У меня тут есть код, который имитирует многопроцессорность на Марсе. Многопроцессорность на Марсе. Там есть стэклина. Так что можете посмотреть. Вот. И потом с помощью Эчержи двух регистров волшебным образом все восстанавливают, включая АТ. Такие дела. Все. Значит, я есть еще одна толкость. Ага. В обработчике желательно псевдоинструкции не использовать. Почему? Переставить директив специально по той же причине. Что мы можем случайно испортить то, чего не знаем или что? Либо сохранять отель, либо не использоваться псевдоинструкции. Значит, Михаил говорит следующее, что если мы пишем обработчик ядра и, например, не хотим вот такого рода обработчик ядра, как здесь, то было бы очень хорошо не использовать псевдоинструкции вообще, потому что мы здесь ни разу регистр АТ не использовали, он не упомянут, но мы его убили и затерли. Да? Вот. Поэтому есть такая практика при написании таких вот маленьких-маленьких кусочков ядерных не использовать псевдоинструкции, чтобы случайно не сделать что-то с регистром АТ. Значит, на сегодня все. Мы не успели поговорить про имитацию исключительных ситуаций, так называемые трапы. Это довольно интересная штука. Вот. Но мне кажется, что вот этих знаний нам достаточно для домашнего задания, в котором будет кажется, калькулятор с ошибками. То есть написать программу, которая что-нибудь вводит какие-нибудь действия арифметические, там, деления, что-нибудь какое-нибудь, вот это все. А если вы там ввели ноль, все равно говорит, а вы ввели ноль и продолжает работать. И сделать это с помощью обработчиков исключительных ситуаций. Еще что-то. Ну, короче, там, короче, домашних заданий парочка будет. Таких, которые даже Еджарш сможет проверить. Вот. На этом, кажется, все. Давайте вопрос. Я поначалу сильно тормозил, поэтому не успел. Если у нас прерывание внешнее возникло в момент обработки перехода. Слава Богу, переход атомарная операция в МИПСе. Значит, вопрос был, что будет, если внешнее прерывание возникнет в момент обработки перехода. Ничего слишком страшного не будет. но продолжайте. Ну вот, собственно, что будет в регистре ЕПЦ? В регистре ЕПЦ будет адрес инструкции. А, я понял вас. Дело в том, что там слот задержки есть. Есть два слота задержки. в общем, в общем, я думаю, что надо проверить. Смотрите, это ваш вопрос к следующей лекции, которая у нас будет про интерапт. И было бы очень здорово, если бы вы меня потыкали в течение недели, чтобы я это прям вот проверил и рассказал. Нет, ну, смотрите, вот там была табличка, где написано, что деление на ноль вместо слота задержки. нет, там деление на ноль вместо, извините, брейкпоинта. Да. Давайте, давайте отложим этот вопрос на следующий раз. Вопрос очень интересный, действительно. Мне тоже самому хочется знать. Мы, конечно, но для этого нужно действительно сделать так, чтобы этот интерап произошел. Я думаю, что в Марсе есть какая-то хитрость, такая грязная, вот, от разработчиков. А в реальном МИПСе надо почитать. Еще вопросы? Нажатие на кнопку Reset это запрос внешнего устройства или ошибка внешнего устройства? Ну, слушайте, это вопрос философский. Я думаю, что запрос, потому что, ну, смотрите, нет уже давным-давно никаких кнопок Reset. Их же уже нету. Есть. Вот кнопка Reset есть всегда. А тут история... Вот на этой машине нет кнопки Reset. История такая. Если у нас процессор сделан так специально, чтобы не могли его отлаживать, разработчики стараются сделать так, чтобы при нажатии кнопки Reset чего-нибудь такое полезное сохранялось. И они делают специальный развод внутри процессора, который этим занимается. В общем, а кнопка Reset это такой провод. Попробую повторить то, что сказал Михаил на микрофон. Кнопка Reset нужна в двух случаях. Первое. Выключить компьютер и включить компьютер. В этом случае это такая... Никто ничего не успевает сделать. Это такой сброс питания. Второй случай. Это такая отладочная процедура для того, чтобы... Для отладки процессора, например, самого или там доски, на котором он... Это такая отладочная процедура для того, чтобы то, что происходит сейчас, то плохое, что происходит сейчас с процессором, прекратить и перейти в какой-нибудь из отладочных режимов, чтобы можно было пошагово что-то непосредственно с специальным устройством, которое занимается отладкой процессора, отработать. И в этом случае Reset это такая проволочка, по которой специальный сигнал идет и дальше он как-то обрабатывается какой-то аппаратурой, которая вокруг процессора налажена. В этом случае это прерывание. Да? Или нет? Ну, в нашем понимании это сравнение. Да. Ну, как? Ну, можно рассматривать как отладочное прерывание. Ну, то есть, да, потому что что-то аппаратное при этом запустится. Но это уже вопрос, говорю, философский, то есть это может быть очень по-разному сделано в разных процессорах и даже в разных экземплярах процессора. Еще вопрос. Все. Тогда, значит, в следующий раз мы договариваем про это, начинаем еще говорить про прерывания аппаратные. Там будет не очень много разговоров, потому что они устроены практически так же, только снаружи приходят. И зато будет немножко веселого. Вот про веселое мы тоже поговорим. Все. До встречи в следующий раз. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok